Удачный доклад тоже будет на Кирилл Санч, потому что у меня тут люди буквально два дня тому назад в автобусе. Но есть такая вещь, как эмоциональная память, и она все-таки спасает людей. Я буду оперировать необычными цифрами. Почти полвека тому назад, в эти самые дни, в конец февраля, начало марта, с февралянского вокзала отходил поезд Ленинград-Свердгорск, дальше был Ленинград. И провожающие пассажиры с изъявлением смотрели на группу людей с освобождением четырех пограничников. В эту группу входили Лев Ильич Русинов, Алексей Владимирович Коган и я, и провожающие. А пограничники, значит, береги нас и затащили в мягкий вагон, куда мы и сели. Огромный ящик, ящик это был парафит, сборной камерой и с аппаратурой. Ну, были самые различные комментарии, но почти все слышали, что это куда-то очень важных людей ссылают в Сибирь. Поэтому, значит, неудобно их везти под конвой, вот так, с таким комфортом их отправляют подальше. На самом деле, это была наша группа, вот, Лев Ильич Русинов, Алексей Владимирович Коган и я, которые, знаете, поехали в Челябин-40, тогда это называлось База-10, мы еще, даже такого названия Челябин-40 не было, просто на Базах-10, куда-то туда, на Урал, куда мы даже сами не знали. А до этого я уже год работал в лаборатории Гвардии Челябин-40. Ну, как всегда, попадают по брату в любую лабораторию, в те времена тоже. Но брат был необычный. У нас в группе училась Галия Киреева, которому была супруга Алексея Владимировича. И, в отличие от всех остальных студентов, я был самый бедный, самый бесшабашный, самый дисциплинированный, по-видимому, так. Это как-то повлияло, и она, по-видимому, рассказала Алексею Владимировичу, что есть такой человек, которому можно сделать все, что угодно, вот такой личный. Бывший фронтовик и так далее, вообще довольно смелый парень. Вот, казалось. Ну, и не успел я еще закончить диплом Бориса Павловича Константинова. Как за месяц до окончания диплома прошла телеграмм аж самого Берия командировать меня в первое главное управление. Борис Павлович сказал, как же так, это же должно остаться у меня, что случилось. Но с сильными мира сегодня спорят. Он сказал, ну, прозевали, конечно, ну, действительно прозевали, потому что Борис Павлович был человек очень увлекающийся, настолько увлекающийся, что за две недели до моей дипломной защиты вдруг выяснилось, что ни о дипломе еще не написано, вообще ничего нет. Хотя мы уже сделали три хорошие работы, я так думаю, даже сейчас. Это акустическая камера Лильцина, камера Лильцина на диффузии, значит, два вещества, когда происходит надкритическое явление, в этом месте, значит, если индивидуальные частицы пропадают, пересыщенные, одна компонент летит на другой, выпадают частицы, вот вам камера Лильцина. Ну, Борис Павлович, я думаю, насколько понимаю, на мне отдыхал, потому что он в те годы занимался очень важным программом разделения и запусков. Ну, сейчас уже можно все говорить, я думаю, что представители даже, как и вы, меня простят здесь. Тогда он занимался разделением лития, это была очень важная работа. И, ну, я беру на себя смелость сказать, что Борис Павлович меня очень любил, потому что я был мой первый дипломат после войны. И как-то это самое, я очень любил, что воспринял все его недостатки, не получив, не восприняв никаким достоинств. Всегда любил учеников со своими недостатками. Вот, и вот в такой безалаберной обстановке, что было свойственно нескому Борис Павловичу с увлекающимися, вот я и рос примерно полтора-два года в этой лаборатории. Я буду рассказать не только про Льва Ильича, а вообще про то обстановку тех лет, я думаю, что это очень интересно, потому что, конечно, все формируются последовательно друг за другом. Вот, а тогда еще, ну, может быть, только по Соберновку, была такая колоритная фигура, как Павлович Камбека, вот, и был Михайлов и Борис Петрович Александров, брат Анатолия Петровича Александрова. Вот эта группа вместе с Борисом Павловичем Константиновым очень часто собиралась вместе, особенно по понедельникам, и обсуждали результаты ревной ловли. Эти обсуждения были совершенно фантастические, это вообще было, фантазия разыгрывалась до безумия, настоящим рывоком был только Михайлов, я думаю, что Павл Павлович тоже был ничего. Нет, еще Борис Петрович, конечно, не были, а Борис Павлович, конечно, был слабоват, но для того, чтобы уже не быть совсем последним, они привлекли Семеновича Бреслера в это дело, ну и Семенович Бреслера тоже как человек очень увлекающийся, но они немножко перекусили и заснули, а удочки уже стояли в воде, и проснулся раньше Борис Павлович, я думаю, что это было с Михайловым сделано, с профессором Михайловым, они, значит, быстро подцепили на удочку Семеновича Римуса отрезанным хвостом и разбудили его криками «клюет!». Ну, поднялась рыба, ну, они спорны серьезно, начали Семеновича спрашивать, как это может быть, какая-то нарушение, что произошло с рыбой, кто откусил ее. В общем, короче говоря, Семенович разлился садовьем и пел до самого вечера, пока не наступил ужин. Там стало все ясно. Ну вот, надо сказать, что вот такие рассказы, полное увлечение. Я думаю, что это был, конечно, отдых от безумной тяжелой работы, которую все они вели, от большой ответственности, которую они несли на своих плечах. Но для нас, для молодых сотрудников, ну, правда, из молодых я был самый старший, в 46-м году, точнее, я был 24 года, я довольно старый был. И это было очень, очень интересно, эмоционально, и это, собственно говоря, ну, знаете, так же, как, ну, редко мы влюбляемся в очень выдающиеся качества женщины, мы влюбляемся в какие-то тонкости, а на самом деле, вот, потом получаются большая любовь, так что именно в эту атмосферу, как говорится, я влюбился, и вот эта атмосфера физтеха. Ну, вот, значит, так случилось, что с сильными мира не спорят, и я попал в лабораторию Игла Ильича Русимова. Но там установка была другая, она тоже была физтеховская, тоже была такая с подначками и так далее, веселая, но это уже было не то, что у Бориса Павловича Константинового, уже так особо не разойдешься, и тем более, что была поставлена совершенно четкая научная задача. Задача довольно противная, надо сказать, но на ней я многому научился, а задача стояла в том, что для атомного зрила необходимо, чтобы вначале не было нейтронов, а потом были бы нейтроны, когда возникновение цепной реакции. Так вот, все почему-то очень боялись, ну, не знаю почему, а может так и надо, чтобы вначале не было нейтронов, потому что иначе так придется делать большую гигантмассу и так далее. То есть вещество должно быть чистым и свободным от спонтанных нейтронов. А откуда берутся спонтанные нейтронов? Нейтроны в основном при реакции Н-гамма, Н-альфа, альфа-э, то есть альфа-частица выбивает нейтроны, и эти нейтроны могут замедлиться в общую секцию, испортить всю игру. И вот задача лаборатории перейдя врача-эрюсиного, найти эффективный метод контроля вещества, в котором, значит, было бы поменьше вот этих спонтанных нейтронов. А вещество, это мы были нацелены на прутонии, поэтому в этом прутоне должно быть возможно меньше нейтронов. То есть все должно быть чисто, никаких примесей, легких элементов в этом прутоне должно быть. А для всего вот этого нужно было различную методику, как это все делать. В те далекие годы, пожалуй, я думаю, что Игорь Фридович правильно решил этот вопрос, потому что используют счетчики и ганеры в зуме, они всегда дают большой фон, и мы работали с инновационными камерами. Значит, с каждой камерой считалось свой импульс. Наиболее чистым и наиболее подходящим оказался Брок-Тор-3. Вот Алексей Владимирович был ответственен за наполнение, за всю эту самую технологию. За радиотехнику отвечал Владимир Борисович Черняев и ему помогал Чебнышов. Ну, я, значит, помогал всем, был на подхвате вроде бы и был официальным представителем той самой организации, в которой это все будет делаться. Но, правда, от этого толку было мало, потому что они три месяца мне не платили. Никакой заплаты, но, естественно, управление там, это там, кто адресанул. Все перепутан, никто ничего не знает. Как-то попалось как-то говорить, что-то такое смурное хочется. Я говорю, ну, вот Павел Павлович, что-то денег не плачет. Как не плачет? Ну, вот, я говорю, в три месяца ничего. Ну, Павлович взял соответствующий комментарий, буду его повторять, вытащил из кармана кучу денег, пересчитай, возьми, сколько тебе надо. Я говорю, как так? Ну, говорит, потом жардаш, я действительно, у меня действительно было очень тяжелое положение, родители, значит, после войны, потому что было очень бедно. Значит, и я им дам. Ну, дам им настолько, что мне стали просылать деньги с двух мест, с базы 10 и из Москвы. Ну, первый раз я не помню, не разберешься, откуда им идти, ну, походи деньги, походи деньги. Я, значит, покажу Павлович, и говорю, Павлович, что делать с этим? По-моему, они вот и оттуда, и оттуда шлют. Ну, он сказал, чтобы я послал в соответствующее место и говорит, я тебе подписался за то, что они тебе не платили полгода. Так примерно полгода я и получал. Ну, грешен. Вот. Вот такие были примерно нравы. Ну, вот у Львановича Русинова, значит, вот проходил вот этот первый курс обучения молодого бойца, нетротчика. Лев Ильич мало мной занимался, все равно Алексей Владимирович занимался, учил меня и чернышок, меня в основном учили. Олег Ильич был так, ну, шеф такой, пожилой, старый человек, когда он был немножко сорок с хвостиком, для меня, как думаешь, очень оститый, ученый. Ну, вот, значит, вот мы сели в этот поезд и поехали. Ну, по дороге, естественно, уже стало как-то теплее, тогда поезда останавливались на всех маленьких станциях. Очень была такая милая станция, недовекула от Кирова, по-моему, под названием Лёжа. На этой станции, значит, мне было поручено купить огурцы и картошку, я с этим заданием справился, а солдаты отказались на ней пить. И мы, значит, очень мирно и тихо, значит, доехали таким образом до Кюштыма. А в Кюштыме, значит, Кюштым, это, ну, между Свердловском и Чирапинском. Кюштым, это старинный очень город, там очень, Кассирское, Литьево, это вообще, эти сибирские города, уральские, очень интересные, на самом деле, это совершенно уникальные люди, уникальные города, уникальная природа, к сожалению, все это разрушено, что-то поймать, ничего уже не осталось. На самом деле, это были очень интересные места, еще связаны, на них еще лежала печать Петровские преобразования, эти заводы металлогенческие, люди были там, совершенно необычные, это вот потом, некий налет купечеству, который был, раннее развитие капитализма в России, накладывал отпечатки, это вообще интересная вещь. Но приехали мы, вот эти штыр, выгрузились, дали нам машину, типа Козга, за шторенными окнами, и вот так за шторенными окнами нас возили, возили, возили часа полтора, кто еще с вами, вот Лев Ильича Усина, провести Владимир Ильич Клоком и я. Солдат отпустили, нас передали другим солдатам с красной погодой, на двух часов, зеленые погранички, не знаю. Значит, нас переправили, со всеми тем ящиками, возили часа полтора. Но потом я уже знаю, что до КП базы 10, это примерно полчаса езды. Ну, возили из того, что мне кажется, ничего не подним, ничего не знали. Ну, привезли туда и, значит, разгрузили на будущее наше место. А строили тогда очень любопытно, в те времена. Значит, во-первых, использовали то, что есть. По-моему, там был какой-то непонятный одноэтажный здание, совершенно такое старинное. А вокруг него все новые оберты строились и все проходы и подходы шли под землей. Поэтому стоит здание и вообще туда не входят, ничего нет. Вот здание стоит, и все. Ну, естественно, это были четвертая зона спробов, но как-то на самом деле страшного в этом ничего нет, потому что живем в золотой клетке, и хочется, потому что не так уж много надо идти. Ну, посели, естественно, Рлива Ильича и Гогана поселили там такой домики начальства. Ну, домики начальства и для нас это было одно и то же вообще, но просто считалось, что это там жили все наши ученые из Москвы и Ленинграда. А я как молодой, значит, вот меня потерялись с молодыми ребятами, уже в последние годы и замминистра, и главным инженером крупнейших объектов и так далее, что-то я вот ушел с оборотов. они пошли очень далеко, очень коллекционный крупный инженер, очень интересные люди, некоторые не спились, некоторые мыли, ну, вообще, как всегда, жизнь все бывает. ну, ну, с прибытием туда связанного первым крупным спортом. Ну, привези нас туда, надо было на следующий день являться уже на счет всяких работ. Ну, я вышел, так смотрю, что там интеллижные соревнования, ну, я говорю, что можно, да, так, давайте, значит, вот, так, поставили на лыжи, объяснили, как надо идти, ну, я пошел, пошел, прихожу, смотрю, какое-то недоумение на финише, все как-то перешелкиваются, но у меня сил было много на финише, я постарался показать класс лыжного хода, ну, все как-то спрашивали, ну, подходит ко мне, значит, вот, сам руководитель спрашивает, вы, где занимались спортом и так далее, 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 а за сколько вышли десятки, когда он ходил на грани, да, я говорю, знаете, вы все в том, пошли, в общем, хорошо, нам очень интересно будет так с вами дальше работать, где-то у него мысль, а как вышли, ну, конечно, я ушел в два раза короче, чем надо, ну, вот, так что, а потом, наш, вот, этот мой первый успех, но, по-видиму, славы о том, что я спасибо видимо очень быстро распространилась по всему нашему объекту тем более чем дальше был значок победителя куба большой него это действительно было так начали рассказать потому что и восьмерки из 3 8 3 но зато мы вышли финал вот так что вообще такой успех уже был обеспечен такой значок и девочки ставить вот но до девочки еще далеко надо было начинать работать надо сказать что я сужился вспоминаю все это радиотехнику до вы такими называемой остановки все это было на лампах естественно так все годы так самым большим российским достижение будет так называемый желать желать это такая маленькая знаете маленькая такая рамочка даже без панели очень вообще очень симпатичная с маней с диском уровне шумов это был любимый любимая лампа на повысение но работа была надо сказать довольно интересно тоже сам выбор этих камер это была целая проблема перебрали очень много материалов с точки зрения того чтобы там не было раль по примеси это очень интересно потому что на самом деле никто никогда не знал никого это никогда не волнует какие там примеси тогда вот но надо сказать что в те времена вопросы снабжения решались очень просто как-то шла какая-то наладка аппаратуры при этом узлоков это начальник этого объекта впоследствии пишем что герой сосуда я не знаю бывший директор танкового завода войну и что-то спросил ну как дела ну я говорю ничего все нормально вот только не хватает зашел не хватает вот составьте список но я дам состав список в целых через день все уже было где они достали как они достали понять то что там на базе не было это в этом уверен и поэтому с самого первого дня приезда приезда на базу возникло такое чувство которое я думаю вряд ли повторимо в истории я думаю что только один раз в истории американцев и у нас когда вы чувствуете себя богом то есть у вас ну в том смысле в научном смысле бога то есть вы с фантазией работы все что вам надо никаких проблем что такое деньги вы не знаете так что такое радиоснабжение заявки на часто вы ничего не знаете вам это надо еще вот и все все это появляется но конечно все это не за красивые глаза все это нужно делать а делать это было не так просто потому что аппаратура нормана над большими страниц берега источника что поток не трудно был хороший на час чего-то не будет попробовать и наладить споршиво усилитель когда не лидер счет через камеру так что через два месяца нами досмотры был каждый месяц медосмотр но так покрыли все много ну ладно говорит вам вам же надо работать ну ладно работать вот но чувствую себя нормальный салфон корректированный химик поэтому я еще вот выступаю перед вами вот и надо сказать что вот там и вот мы с огромным и чем стали более близкие и научные контакты ну и просто сама жизнь как говорится уже в неком запаха пространстве она как-то более стала более человеческой и более более близкой и я могу сказать что не смотря на разницу возрасте положений ну как-то не то не стал моим другом если так можно в такой разнице в годах это положение говорить о такой категории вот но надо сказать что я уже буду говорить и про те года я думаю это не менее интересно чем разговоры личных взаимоотношения с собой влечом старых строительство шло очень быстро а а некоторые речевые генералы на спор возводить 24 квартирный дом за 24 часа конечно все это делали заключенные но заключенные отборная гвардия молодые ребята не старше двадцати двадцати пяти лет все уголовники стопроцентное ни одного политического здоровые кормили хорошо а всюду виселозок от жаркой работы тает твой срок соки борти-то и видит не укусить так того это же отдельная история так но вообще-то время надо сказать что в женском общежитии вообще очень часто были как всюду стояли военные категории не смотря на все эти то что они были некоторые были распространены на некоторые так надо сказать что среди всех этих были и совершенно трагические судьбы школьники дети буквально это самое заместных училища опаздывавшие попадали в тюрьму когда был тогда указ большой так и некоторые вот у меня были приятели бывшие фронтовики которые вырезали начальству упали штраф батальон потом сюда встречались безумно красивые женщины совершенно фантастической красоты чувствуется трагические судьбы но вообще это это надо было видеть потому что это не так просто и были ребята которые охраняли нас военные которые служили сорок первого года они десять лет уже в армии солдатами и книг мне не отпускали согласно то что вы войне не участвовали хотели все свое время писали ракурты пытаются идти на фронт и нужно столько надоело вся это они могли взять это пример мое поколение но из моего поколения самого класса и вот эти ребята на этом появились очень много приятели не вывезли приятели потому что очень часто ходили на выжив в лес даже вывезли елки на новый год и в общем надо сказать что это была конечно трагедия которую трудно передать потому что очень очень тяжело понимаете ли одно дело когда там уголовники это как-то во-первых это долгая публика и это другие другие критерии другие лица и так далее ну например я помню центральная заводская лаборатория как за институт двух километров 20 от нашего объекта а иногда даже попадал это свободный день я пытался туда ехать библиотеке все это было первоклассно все там выручивать все ограничения литература транспорта нет ну а всегда останавливаться самостоятельно идем образовая машина там значит поднимешь рука притормозит ну как-то спрыгаешь и едешь дальше ну как-то я поедал кто тормозил залез ну сидит человек десять-пятнадцать и рассказывает всякие истории а в то время была на смертной казни ну несколько лет когда выгодить на смертной казни ну и каждый хвастался сколько он голов принес на вахту вот значит ну я думал что библиотеку не надо сказать на повороте что мне нужно то то есть вообще так надо сказать что было довольно сурово но в те времена это было как-то в этом в этом режиме так вот объекты строились таким образом значит строится объект ему ничего не известно кто подземные тоннели по которому можно пройти на вот станку саду пусть не заходишь выхода нет идешь по подземным талям попадать свой на свой объект пропускай так далее наша лаборатория была отдельная небольшое здание небольшое здание так у меня комнат был комнат 5-6 комнатных комнат на часах у нас стояли майор и выше потому что мы проверяли конечную продукцию вот и аж и пропадали мы начали туда через тоннели это было очень удобно потому что через год я смог вот и вот там мы и развернулись с огромным чем но надо сказать что у них есть больше человек фантастические трудоспособности фантастическим преданности делу и удивительной целенаправленности причем он был настолько целенаправленности что он и задачи решал я им очень благодарен что задачи решал ну так как как надо решать то есть если была какая-то задача то есть во главе стояла задача они способы ее решения способы решения надо было искать из того что есть любыми силами никаких разработок методически специально для решения этих задач не проводилось я думаю что это бы единственное правильное решение не было времени надо было надо было сделать все-таки хотя олег и лишь уже потом когда он очень положительно поддерживал всякие нововведения но в те времена я думаю что это была установка вообще игорь васильевич вообще все всего этого проекта надо было сделать и возможно быстрее ничего не жалелось ничего вокруг на урале люди голодали сидели без электричества а у нас было изобилие электричества ну я не знаю что там не хватало начиная байкальскую логуру и кончая самым резисканными динами все было все было завалено и зарплата была примерно в четыре раза больше чем на большой земле не говоря уже о премиях и всяких мобарках так там он стоил тогда 24 рубля потом два сорок на это очень просто если было просто невозможно вот и ну вообще короче говоря значит вот эта голодная полунище разоренная страна последний силой этого создание этого проекта не говоря уже о всяких технических вещах насоса там металла там платино было дикое количество то есть очень опасно при всяких химических работах всякие примеси и вот оказывается что единственным приемлемой посуды была платиновая посуда и весь платиновый запас союза был там вот я знаю потому что потому что я жена рабовая химическая лаборатория не пройти не нужна будет но вообще вопрос о том что мы праздновать имели что бы такой то просто было само собой вот и самому ничего значит вот да нет спасибо мне так и легче разговаривать так чувствуя по руках вот это был очень 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 интересно очень ответственно работали день и ночь как-то пришел главный инженер славский туда был потом министр среднего машиностроения главный инженер всего объекта ну естественно как и госпыть но он написал одно слово с помощью пальцев на этих пыльных приборов по все прошли все конечно брать в общем но спите вообще делать что хотите кто-то спит кто-то работает ну как на войне мне это все нужно было как говорится близко слава богу не убивали стрелял по характеру очень понравилось под этим вот наши знаменитый девиз патроны жалеть продолжался вот с тем времен когда вот нужно было сделать вот лев ильич русинов и был значит нашим научным руководителем и алексей владимирович богом считался его заместителем они были через тех а а руководителем всего металлургического комплекса был андрей антоний бочвар вот теперь институт имени бочвара бывшие не 9 а бочвар это очень знаменитая русская наше дело было за такой вот эти две половинки вот и наш вот лев ильич я очень богатарен потому что надо сказать что он очень щедрый человек в том смысле что он все то что он узнавал все то чем он жил он как-то не пытался сделать из этого секрет всегда всегда привлекал меня иногда при лечении это насилие необычных ряда ночью значит надо было поесть а там была специальная академическая столовая так называемый для руководства и так далее но поскольку я непосредственно работы с одного мальчона ночные тоже так просто туда а там отличие от остальных можно выбрать даже камня надо работать вот и вот в такой непринужденной обстановке андрей анатольевич вот арстан семенович займовский очень это из москвы из линеграда были спектроскописты тоже интересно ребята в такой непринужденной обстановке я просто как молодой человек мне было очень интересно мне очень много чему там учился не только физики но вообще отношения к людям другим вообще даже языку я бы сказал в общем все это было надо сказать что компания была не замкнутой не мрачные не сумрачные и никто бы не сказал что эти люди занимаются такое крестное дело мы всегда шутили всегда подначили друг друга ну вот это было конечно без этого просто было не прожить то есть это было действительно неопечайно Игорь Васильевич Кручатов показывался у нас редко а потому что он в это время больше вот отдирал внимание объекту А этим реактором так хотя значит он тоже прям приезжал и мы его видели и знали и туда ездили там были но в общем так в основном значит Андрей Анатольевич значит был значит руководителем этого проекта ну и на первых порах наш Лев Ильич Русинов поставил такую задачу что вот до того как будет получаться уже большие количество плутония вначале будут получаться маленькие количество это потом будет справляться и так далее пока не дойдет вот такая штука как можно удержать до этой половинки и ну я держал первую русскую бомбу я держал руках вот и пока значит потом справиться и так далее вот эти маленькие так называемые корольки а надо сказать что там металлургия занимались в основном инженеры из цветной металлургии вот у нас начале был начальником объекта у нас Алексеев начальником цеха Булзуев это все люди которые работали в медной промышленности в платиновой промышленности добычи золота и так далее кстати вот по-видимому и вот эта самая охранная вещь тоже пришла из золотых фрисков и там где делают платиновое золото потому что нас проверяли по всем этим стандартам золотой промышленности плюс еще радиоактивные детекторы стандарт довольно любопытный но это не очень не очень интересно вот и и вот вначале значит технически сказал что вот давайте организуем такую такую контроль этих маленьких штучек ну сделали большой такой микровый бак с парафином для того что микроны там замедлялись поставили значит камеру и сбоку значит отверстили для того чтобы значит вот вставлять эти кусочки плутонии и смотреть как меняется фон ну работали работали получились наконец материал пошел потоком организовали смены я был там начальник на смены было у меня три человека и в общем ну потому что уже работать просто так как говорится на энтузиазме стало невозможно пошел потоком материал и начался контроль метрических образцов очень любопытно например что нам мы конечно не имели права зайти к этим металлургом например а к нам могли зайти только два человека вот эти два человека это был Никифоров впоследствии директор дней 9 академик и Витя Сомов вот куда делся Сомов я не знаю а Никифоров его имущество было Александр Сергеевич безумно похож на на Есегина такой значит я не знаю может быть его пить уже другим говорят он исполнял и так далее а тогда он был совершенно бьющийся руси кудрей разово щеки такой вот и они значит им было разрешено значит с этим чемоданчиком проходить этого майора проходили к нам выдавали кусочки в доме мы их проверяли а потом они проходили не надавали ну этих получают больше больше и больше ну и наконец значит на самом деле при всей большой секретности и прочее когда вы живете в одном коллективе вы знаете все что произойдет конечно наш кругом друзья товарищи наконец вы поняли что количество пунктов не столько что уже но надо сказать что вот то что я допустим не шел у него я сейчас был пропуск всюду всех были пропускать разные я помещу ходить по всем объектам и по всем лабораториям нашего логического отдела и его химического отдела ну а делай это каждый будет на расстоянии 15-15 км с огромной зоны сохранность тысяч людей это не наше дело ну и как то а мы все время изучали реакцию рфм потому что шла технология и нас все время спрашивают можно ли применить такой материал можно покрытие допустим из золота сделать покрытие спирать спирать то есть мы должны были дать ответ от нас очень много зависит что можно использовать что нельзя использовать и в конечном итоге не дай бог если бы реакция началась раньше или небо бы это резкой разницы между всплесками тронов и до того как происходит сближение этих половинок думаю что головы полетели бы у многих вот и как то значит для поведения надо все таки нам это самое сделать такую камеру ну чтобы там у нас уже лежало а тут него подставили проверяли ну поди там Александр Семенович может он даст ну ничего не стоит ну правда никому не нужно было так я думаю что даже на контроле были замесли потому что плутония афактивность большая афактивность очень маленькая и всегда можно вынести так ну были конечно и и казусы как то это поэтому с Алексей Вадимовича согрешили потому что Леонид Ильич в это время уезжал в Ленинград значит вот нам не хватало активности мы решили взять полонии ну да нам взяли такую камеру что-то нам не понравилось я говорю ну давай качнем ну и качнули все запачкали всюду была та самая погония ну ну вообще то что мы додышались само собой ну вообще сам после этого я стал более разумным да так что вот работа с этими редактивными материалами со всеми этими вещами это вещь далеко непростая и это требовало такой большой работы а значит мы приехали в сорок девятом году в феврале в марте я помню что солнце сияло и так было очень уже тепло я думаю что это было начало марта а в августе сорок девятого года уже состоялся первый взрыв так что можете себе представить с какими темпами это все шло когда мы приехали работало два реактора работал завод химочистки а нервологический церкви только после первого испытания конечно посыпался посыпался дождь награды т т т т т т по-видиму не за моей некой такой лихости непартийности и прочих вещей значит мне ордена не дали но дали огромные премии я был счастлив а вообще львович удар августарственной премии всем раздали совершенно и так далее были и немного и некие казусы группа которая добилась стократного увеличения выхода плутонии с отрубающих элементов в которую входила Лилиса Хина я потом попозже не скажу моя жена под руководством Анны Дмитриевны Гельман очень крупные химики известны очень так но им конечно такой респект мою группу дали орден Ленина ну Анна Дмитриевна очень любила и Сахину и Гену и говорит я не знаю что А Лида и Сахина Лиля они были подруги из студенческих лет они вместе учились и даже в школе по-моему были вместе то есть они были не разливая вода и естественно все это делали вместе и она в общем и совершенно полная растерянности кому же дать этот орден как уговоры данного астрана известно кому и решила очень просто сдавая этот орден просто в баранке ну ну по работе но не в баранке вот все равно денег дали много премии дали большое самое интересное что произошло с этой несчастной в баранке это было сделано такое большое впечатление что она сошла сомла буквально то есть она возомнила что это Владимир Ленин прислал ей подарок и начала всем рассказывать как она с ним встречается и так далее и так далее это по-видимому я думаю что это было просто толчком видимо что-то было у меня вообще такое но ну вот так что вот и такие вещи происходили вот ну и после да после первого после этого взрыва уже к этому времени был построен новый большой современный цех и наук стала уезжать оттуда вверху москвичи стал лишь появляться Игорь Васильевич Курчатов Анатолий Петрович тоже так стал постоянно бывать там Бачвар уехал в общем короче говоря становилось обычное обычное предприятие ну мне стало очень грустно потому что я понял что путь только один значит идти в этот новый цех так ну дальше расти не расти ну что расти можно только административный и так далее потому что начальник лаборатории и надо сказать что вот публика которая там была она была хорошие ребята но они были неинтересными потому что это был специальный отбор ведомства Берия и если по науке отбирал Игорь Васильевич Курчатов то наше ведомство прошло по отбору Валентия Павловича и были только выпускники но там просто это специальность просто забирали все там попадались очень интересные люди и это было все нормально а так в основном были почему-то очень много людей из министерства связи и так далее в общем из таких организаций которые очень часто контролируются и так далее и это хорошее нормальное отношение со всеми это было совершенно уже потерян интересы переходил на производственную ногу и тут вообще говоря вот мне бы хотелось бы сказать что вот Лев Ильич Русинов как-то при всем при том что он конечно дрался на шкулу и требовал чтобы все это было сделано так в душе конечно был увлечен наукой в душе был увлечен наукой и всем стало ясно что вот с этим огромным количеством ученых которые сделали всю эту вещь надо что-то делать и надо воспользоваться их потенциалом тогда все таки думали об ученых не то что сейчас и было принято в умах я бы сказал в начале решения построить в Советском Союзе сеть реакторов вот размешались политические соображения там среднеазиатский регион там и Балтийский регион а для дела и главное было решено построить реактор ну Курчатова это они сами разбирались построить реактор у нас в Гатчине построить реактор у нас в Гатчине это вот примерно в 50-х годах эти разговоры начались там вот в этом самом Березовом домике в резиденции Г. Балтийского Курчатова где жили Флёр, Зельдович Лев Ильич жил в другом домике в домике нашего трагического проекта где домик Бачевая но туда вот в этот домик так называемый Березовый домик который был на озере а озеро это там где стояли реакторы значит вот Лев Ильич меня где-то добрал и вот там проходили дискуссии как дальше делать что можно для науки сделать и так далее и вот уже там примерно в начале 50-х годов разделяется идея что надо построить реактор Фестеху пока не Гатчине пока Фестеху так ну тут уже поведен Кирилл Александрович рассказывал все эти эпопеи как искали место чуть ли не не здесь но здесь это было опасно потому что американские погладлеровки могут попрыть заливы и шарахнуть и так далее да вообще это самое ну вот здесь не построили зато мы проводим школу так ну и вообще как-то ездили и ездили и нашли место в Гатчине и слава богу я Гатчину очень люблю и очень Гатчину нравится вот и к этому времени уже был организован государственный комитет по атомной энергии его образование носит несколько комический характер Великой Васильевич вспомните события сорокалетней давности ну вы знаете что вы мне задали очень трудный вопрос потому что хочу вспомнить события сорокапятилетней давности потому что то что начинается сорок лет тому назад естественно началось примерно пять шесть лет тому назад раньше и все годы я был в Челябинск как теперь называют Озерск и мне кажется что именно там зарождались идеи создания сети ядерных реакторов в Советском Союзе тогда и основные основная мысль которая к тому времени созрела в научных кругах и которая к счастью была очень свободна от всяких политических экономических ограничений это было развитие с одной стороны ядерной физики с другой стороны уже первые эксперименты на реакторах показали что материалы ведут себя так же совершенно необычным образом в условиях сильного облучения и вот мне кажется что эти два аспекта ядерная физика и радиационное материаловедение были и теми я бы сказал зернами которые которые на которых пророс интерес к ядерным реакторам и по существу они были созданы так в начале 50-х годов ядерная физика претерпела концептуально очень сильные изменения если до войны физики представляли ядро как жидкую каплю в которой движутся нейтроны и протоны в какой-то степени беспорядочно то в начале 50-х годов получил развитие так называемой оболочечной модели ядра и стало ясно что ядро это сложная динамическая упорядоченная система а не просто жидкая капля естественно эта сложная упорядоченная динамическая система должна спектр своих энергетических состояний и естественно что к этому времени надо сказать что очень большой интерес к оболочечной модели был у Игоря Васильевича Курчатова что было очень странно потому что он был занят таким государственно важным делом как создание атомного оружия но тем не менее по видему как говорится ипостас ученого в нем взял вверх и он с большим интересом следил за развитием оболочечной модели ядра я помню как-то мне даже по возвращении из Москвы вызвал к себе и сказал вот обзор Немировского по оболочечной модели очень интересно прочтите ну и вот второй аспект который явно чувствовался в инженерных и научных кругах в те годы это то что материалы ведут себя совершенно необычно в условиях сильного облучения так называемого распахания графита хрупкость появляется и так далее и все это требовало своего научного дальнейшего исследования и развития я думаю что конечно здесь были еще всякие политические идеологические моменты почему решили строить реакторы сразу во всех местах но это как говорится я уже не знаю откуда они шли как они были организованы тут можно только гадать дадим слово историкам надо сказать что вот со стороны Игоря Васильевича Курчатова Флёрова Зельдовича Льва Ильича Русинова в основном интерес был к ядерной физике о том что можно на реакторе заниматься физикой твердого тела как-то на эту тему никто и не думал и к тому времени как-то это вообще не стояло во главе интересов и мне кажется что никто у нас в России из крупных людей как-то не ставил так вопрос что надо создать реактор для исследования по физике твердого тела не потому что люди были против это или не понимали но просто как говорится всех тронуло и возможность изучения вот структуры ядра с помощью ядерных реакторов естественно в этих условиях можно было конечно получать изотопы и получать радиоактивные ядра и увозить в другие места и так далее но это сильно ограничивало возможности ядерной физики и поэтому было ясно что нужно создавать ядерные установки непосредственно на реакторе для того чтобы изучать краткоживущие ядра и вообще работа на пучках где можно исследовать взаимодействие нейтронов с ядрами это очень активно обсуждалось в так называемом березовом домике у Игоря Васильевича это был такой домик где он проживал на озере так в промышленной зоне куда я естественно как молодой человек просто сотрудник Льва Ильича иногда и попадал и было очень интересно следить за вот ходом развития этих мыслей как это все к чему это пришло и надо сказать что конечно наш реактор это дитя той научно-технической революции и того времени когда физики были в почете поэтому главное что трогало всех это какой должен быть реактор что на нем делать и действительно к тому времени когда уже реактор стал вырисовываться и более не менее стали вырисовываться его реальные черты очень большое внимание было делено развитию бета-спиртоскопии крытоживущих ядер и исследования вообще в области ядерной физики материаловедение как-то на нашем ленинградском реакторе тогда как-то не не акцентировалось я думаю что это в основном было вот отдано Андроникашвили в Грузию и может быть в Киев я не знаю а вот естественно что здесь сказалось то что основным и театром и научным лидером нашего ленинградского реактора был Лев Ильич Русинов и его интересы лежали конечно в области экспериментального исследования физики ядра и в особенности понимание что такое оболочная модель ядра и в начале были в основном в основном усилия направлены на создание лаборатории для изучения краткоживущих радиоактивных ядер к сожалению к нашему времени это как-то уже можно говорить только о прошлом потому что ну так уж скажу уж обстоятельства что из той из того большого запала по ядерной физике и слава богу осталась школа Субаева и которая естественно стала мировым примером того что можно сделать на атомреакторе в области гамоспетоскопии что касается физики твердого тела то к этому времени уже были первые работы опубликованы которые были сделаны в Америке на реакторах по нейтронографии и всего по видимо всего сильно эмоционального характера потому что мне всегда хотелось что-то сделать такое что не очень все хорошо известно ну с одной стороны это может хорошо с другой стороны может не всегда хорошо но так уж сразу его жизнь что мне показалось что можно на реакторе провести интересные работы по физике твердого тела тем более примеры были физреве где все эти работы были сделаны но естественно хотелось что-то свое потому что мой опыт знакомства со кристаллографией был сравнительно печальный потому что когда я сдавал рентгеновский анализ терминасов тогда у нас рентгеновский анализ сказал что я вас очень редко видел лаборатории хотя все у вас расшифровка правильно но должен признаться что расшифровку делал не я девочки меня уже пожалели отдали все эти самые результаты рентгеновских измерений поэтому мне с самого начала по видимо в силу недостатка образования в кристаллографии захотелось пойти каким-то другим путем и вот поляризованные нейтроны они как раз очень близки к ядерной физике которой я занимался они показались мне наиболее интересными и должен признаться наиболее понятными потому что в поляризованных нейтронах непосредственно чувствуется как квантовая механика может войти через глаза и уши то о чем еще говорил в свое время Максвелл что физика должна войти не только с помощью логики она должна войти в нас через глаза уши и через руки сказал Максвелл который собственно ввел физику только с помощью логических рассуждений ввел новое понятие ввел член ДЕПДТ так что на самом деле это действительно так и это очень важный момент для многих хотя некоторые об этом стесняются говорить и всегда в воспоминаниях говорится о высоких целях о принципиальном научном направлении и так далее хотя на самом деле я думаю что это уже постфактум это можно конечно об этом и говорить но очень часто нами руководят такие эмоциональные интересы которые собственно говоря и определяют дальнейшую нашу судьбу хотя я думаю что это очень важно для ученых потому что ученые без эмоций это во-первых и неинтересно во-вторых не думаю чтобы он достиг бы очень больших результатов и вот когда я сказал Львовичу что я хочу заняться твердым телом с поляризованными нетронами он говорит ради бога пожалуйста только я физикой твердого тела заниматься никогда не буду почему Львович не хотел заниматься физикой твердого тела не знаю может быть потому что в те времена физики твердого тела это была такая полукухня давайте растянем нажмем посмотрим и так далее то есть такого атомно-молекулярного механизма который развился потом в результате применения современных методов физики вообще тогда еще в какой-то степени широко не не существовало может быть поэтому Лев Ильич как настоящий ядерщик хотел всегда понять механизм явления а не просто феноменологию этого процесса ну и я думаю что то что вот поляризованные нейтроны пришлись по вкусу и возникло такое желание заниматься так вот сейчас я могу сказать что я очень счастлив что так сложилось потому что занятие поляризованной нейтронами принесло прежде всего большую эмоциональную радость потому что это результаты работы видны мгновенно не мгновенные результаты научных исследований мгновенные результаты экспериментов вам достаточно поменять частоту радиочастотного поля ведущего переворот или поменять магнитное поле как сразу меняется интенсивность и это очень как то дает уверенность и свободу мышления и свободу действия и мы начали заниматься поляризованными нейтронами естественно тогда к сожалению левая реча уже не было и нам пришлось тогда начинать все сначала слава богу у Абова в институте экспериментальной теоретической физики уже были первые зеркала нейтронные ну Витя Трунов тогда был откомандирован тогда человек он энергичный сейчас он быстро освоил всю эту технику напыления нанесения кобальта электролитического ну и как вводится в экспериментальной физике в добрых традициях физтеха сам начал все полировать все делать и так далее мы сразу же включили радиочастотный переворот как для поворота спина и надо сказать что это было совершенно такое чувство незабываемое когда вот мы просто меняем немножко частоту сразу меняем интенсивность падающего пучка в те времена это было очень красиво очень захватывающе по этому поводу были конечно всякие эмоции праздники но тогда же и начались исследования по применению поляризованных нейтронов и казалось что надо было найти такой объект в котором вот эта поляризация нейтрона чувствовать бы очень живо непосредственно и вот в результате взаимодействия с теоретиками я их всегда любил не знаю любят ли они меня вот мы и вот пришли к мысли что надо заниматься фазовыми переходами и фазовые переходы включили еще один элемент такого эмоциональной радости для экспериментатора вы можете изменить температуру на сотые градусы у вас сразу меняется картина явлений ну это как-то очень было близко мне потому что ну так уж скажу вот жизнь что на первом программе в занятии науке всегда были эмоции я очень благодарен для меня и директор института что я могу имею возможность просто так в свободной форме все это рассказать а не писать нудные тяжелые статьи вот и это как-то прошло очень по вкусу я никогда не делал над собой никаких усилий не пытался переломить себя хотя я думаю что у меня как у всякого человека были недостатки можете немало и так но слава богу эти недостатки были восприняты моими сотрудниками я бы сказал весьма положительно и мне не пришлось перестраивать себя и вот я благодарю судьбу что вот наш первый реактор так это удачно вписался в мою жизнь и я получил очень много радости от работы с нейтронами от общения от общения с моими сотрудниками от общения с теоретиками и еще я должен отметить что работалось безумно легко потому что собственно говоря всегда чувствовалось что наверху стоит дирекция которая всегда поможет которая всегда никогда не ограничивает твою свободу я думаю что это было время которое реализуется в жизни может раз в сто лет счастливая научная жизнь это та же как и счастливая любовь она очень редка и надо благодарить богу что она произошла с вами к сожалению и то и другое встречается очень редко и два раза бог уже не дает от этого ну вообще надо сказать что запоминающихся моментов было довольно много но мне кажется что для меня и для всех наших так называемой старой гвардии который начинал все это дело так наиболее интересным был конечно не помню точно когда это было единственное что я помню что это было приблизительно к полуночи это было часов 10 в 11 вечера так тогда мы любимыми приборами были не не компьютеры не маленькие схемы были огромные механические самописы так называемые пп-09 механические довольно хорошо работающие чувствительные мосты которые мы измеряли и так далее и все это было направлено для того чтобы зафиксировать точку перехода фазовые фазовые переходы по переходе железа тогда это было железо или никель я точно не помню из-за парамагнитного состояния ферромагнитное состояние значит была довольно громоздкая система стабилизации температуры все это отлично работало мы получили пучок поляризованных нейтронов и поляризация определялась по интенсивности нейтронов на самописце и вдруг поляризация резко упала вниз ну как то вообще то ли пучок отключился то ли какая-то неисправность но когда я посмотрел на температуру я понял что произошло самое интересное мы опустились поднялись выше точки кюри так сейчас дайте вспомнить ну неважно в таком случае прошли точки кюри и в этот момент изменилась поляризация и изменилась и мы почувствовали что с помощью поляризованных нейтронов мы можем чувствовать фазовый переход с точностью до тысячных градусов при температуре фазового перехода порядка 500 градусов цельсия это конечно очень вдохновило всех нас потому что этим самым было показано что методика работает второе что наша система стабилизации тоже блестяще работает и все вместе взятое дает нам возможности изучения фазовых переходов надо сказать что вот точность и стабильность которую мы достигли в те времена для нас это было как-то ну сделали 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 были очень рады потом увлековали все были довольны и как-то мы поскольку тогда все были не сравнительно не выездные никто из нас за границу не ездил ну так печатались работы и так далее но вот когда я приехал в швейцарию это было в 90 тысяча девятьсот девяносто втором году так и в лабораторию бени и пытались сделать там эксперимент по изучению фазового перехода какого-то справа так и в самом начале значит я начал возиться с этим с удовольствием сам все это делал так потому что коллег моих тогда не было я был один так ничего не оставалось делать как вернуть в молодые годы вернуться как в прежние времена так начал все сам делать и несколько суток потратил на то чтобы определить точку фазового перехода температурно чтобы они спрашивают а чего вы так мучаетесь так ну ясно что вот здесь поляризация такая то здесь она падает делим пополам и определяем точку боже мой так это же так можно найти в любое место поставить вы должны себе представить что речь шла о точности тысячных градусов тысячные доли градусов 10 минус 3 10 минус 4 точка фазового перехода он говорит а так шраны вот в америке брухамин о которой все молились он так делал ну после этого я понял почему очень часто у зарубежных экспериментаторов теория совпадала с экспериментом потому что я не хочу сказать что кто-то мошенничал или кто-то вообще неправильно измерял но есть такой фактор что где-то как-то божья рука движет именно в то место где должен получиться результат и он был очень удивлен что я трачу столько времени и насколько это важно что именно найти точки кири то есть как-то я понял что класс который мы достигли 20 лет до того еще не был достигнут за рубежом и думаю что и сейчас когда смотришь на работы очень приятно чувствовать что наши эксперименты высшего класса ну это может хвастовство но это хорошее хвастовство потому что я хвастаюсь не лично а хвастаюсь за своих коллег не знаю что я не знаю дискуссию с немецкими коллегами и как-то мне пришлось высказать свою точку зрения о роли женщин в ядерной физике но можете а вы уже немножко ретроградом но я вообще считаю что в экспериментальной ядерной физике женщина не так не надо уж так много работать ну почему ну прежде всего естественно было бы смешно говорить о том что мужчины способнее или женщины способнее по отношению по отношению к другу это конечно абсолютнейшая чушь скорее социальные условия которые пришли к тому что мужчин в науке больше чем женщин но экспериментальная ядерная физика как она существует в наше время она чисто мужское дело вот почему практически эта война она во всяком случае так было в россии война все время с неизвестными вещами с неизвестными установками с электроникой с техникой защитой и все это требует большого эмоционального накала все это требует того чтобы отношения между людьми строились на основе реальности немного жестковаты и трудно себе представить во всяком случае мне трудно представить как я могу быть галантом или как я могу уважать и относиться нежно к женщинам в лаборатории когда нужно срочно поставить защиту или что-нибудь изменить или немножко нарушить технику безопасности и так далее то есть вот это состояние вот такого напряженной работы это было характерно для физики нашего века уходящего века так для физики ядерной физики двадцатого века и это результат я думаю что вот такой большой эмоциональный накал такие игра страстей трудности преодоление они привели к тому что практически ядерной экспериментальной ядерной физики мы не видим уважаемых дам и слава богу потому что ну пускай они будут счастливы занимается наукой но не нужно так нагружать их и вот мне кажется что вот такая я бы сказал мужская ядерная физика двадцатого века она собственно говоря в какой-то степени и определила ее роль уходящем столетии ее успехи и и недостатки и то что она может дать в будущем так я счастлив что мне пришлось работать именно в это время потому что я учился у учителей своих и мне было очень интересно наблюдать как они работают и вот этот эмоциональный фактор этот фактор борьбы фактор что-то надо сделать нет никаких вот это должно быть сделано так это интересно это важно несмотря на всякие препятствия финансовые экономические научные так далее вот этот подход он был характерен всегда для всякой развивающейся новой науки а тем более такой ноги как ядерная физика в которой техника и теория и эксперимент были воедино и и человеческие страсти были всегда вместе с ней и это мне кажется очень важно очень интересно естественно многие клянут ядерную физику за то что там появилось атомное оружие я думаю что если меня не было бы атомное оружие не исключено что были бы конфликты уже более крупные чем сейчас и может быть еще раньше ну это вопрос политический идеологический я не могу здесь строго судить еще обвиняет физика за то что произошел чернобыль за то что наш красавец урал весь покрыт радиоактивными пятнами конечно это очень печально это жаль я думаю что упреки в адрес физики в какой-то степени справедливый но надо учесть следующее что физика 20 века в какой-то степени стала техникой 20 века политикой 20 века и экономикой 20 века и здесь уже роль ученых существенно становится меньше и я думаю что чернобыльская трагедия в тех условиях когда за реакторами сидели физики когда ученые физики определяли все я думаю она бы не произошла я думаю что в существенную своей части чернобыльская трагедия это результат идеологически экономических неурядиц а не научных я думаю что научная наука здесь в какой-то степени ни при чем ну а то что научные изыскания используются во вред человеку ну тут как говорится ничего не поделаешь это уж так устроен этот мир но ядерная физика вот в таком виде она осталась физики высоких энергий где конечно огромные установки большие коллективы работают другое направление в физике который намечается уже на рубеже следующего века это мне кажется переход от физики отдельных частиц к когерентным явлениям ну надо сказать что если квантовая механика выходящем столетии это был в какой-то степени объясняющая теория объяснять что происходит и так далее но сами основные положения квантовой механики еще в какой-то степени слабо использовались в технических и физических экспериментах ну за исключением конечно лазеров когда когерентность такое квантовое понятие вашего сразу и дало свои блестящие результаты то сейчас уже на повестке дня стоит вопросы конгерентности системы материальных частиц так называемые бозоконденсаты уже начинают говорить о том что можно создать квантовые компьютеры то есть уже конгерентность квантовое состояние приобретает технический смысл и это мне кажется одно из главных направлений которые будет в следующем столетии но вообще-то неблагодарный роль делать прогнозы потому что ну прогноз в лучшем случае от экстраполяции того что есть на экстраполяции то что есть никогда не будет прогресса но хочется ну это уж к человеческая слабость все хотят быть пророками ну вот мне кажется что вот переход от квантовой от физики где господство все таки классическое представление классической точки зрения в основном квантовым явлением происходящим с частицами так наказать это будет главное направление действительно сейчас говорят относительно возможности того что один электрон уже можно было и можно управлять уже успехи совершенно фантастические в области физики физики когерентных явлений к сожалению нейтроны которым мы отдали лучше сейчас своей жизни и который может быть нам еще подарить новый источник пик они с точки зрения когерентности вряд ли они можно что-нибудь создать потому что во всяком случае настоящий момент количество нейтронов определяется только термодинамикой сколько вы можете создать какой силой можете создать ну по существу некогерентный хаотический источник конечно нейтронная физика еще естественно себя не исчерпала нас ждет много новых интересных работ и открытий но если так смотреть за тенденции развития в современной физике то мне кажется что на первом месте будет вот физика когерентных явлений и мне кажется что это будет наиболее интересное наиболее важно ну здесь не только то что это удалось совершить такой прорыв в области я бы сказал квантовой техники так дело в том что современная технология и современные подходы к физике твердого тела в частности так они дают возможность совершить следующий скачок связанные с интеграцией физики и биологии я не имею ввиду применение физических методов биологии это широко применяется это всем известно кстати если нетроны сыграли очень положительную роль я думаю что еще сыграет положительную роль я имею ввиду эти работы которых сейчас только намечаются и которых так-то не очень активно публикуется это синтез квантовой электроники и биологических макромолекул сейчас уже непосредственно говорят о том что можно макромолекул биологически нанести на чип и управлять ее поведением так же как мы управляем как и есть микропроцессор который существует в компьютерах естественно успехи литографии современной рентгенской литографии литографии которая осуществляется на синхоатронном излучении позволяет создавать структуры порядка нанометров то есть порядка 10 минус 7 сантиметров порядка десяти стандартам то есть уже можно создавать искусственные структуры которые имеют существенное значение для биологических процессов и вот синтез этих искусственно создаваемых структур с существующими биологическими макромолекулами это конечно очень впечатляющие эксперименты здесь теории еще пока собственно говоря она может пока еще не требуется так она еще потребуется естественно это взаимодействие информационное взаимодействие а не только статистическое взаимодействие или не только детерминированное взаимодействие которым более не менее физика еще хорошо разбирается а это нечто промежуточное между статистической физикой и детерминированными процессами в которых как создаваемые нами структуры и биологические молекулы могут между собой взаимодействовать. Ну, это с точки зрения чистой науки, это, конечно, очень интересно. И в какой-то степени очень страшно, потому что, собственно говоря, следующий век — это век, может быть, конца биологической эволюции и начала эволюции человеческой или научной. Это очень опасный ход. Опасный ход вот почему. Потому что эволюция, слава Богу, является, конечно, процессом историческим. То есть когда-то что-то произошло, так и пошло по этой линии. Но в эволюции живой природы очень много реализации, очень много возможностей. Поэтому эволюция развивается таким образом, что много путей развития. Ну, мы видим растений, животных, и человека, и разные растения, разные виды и так далее. То есть эволюция, несмотря на то, что есть общие принципы развития, которые общие для всех, для всей материи, тем более для живой, у нее есть много попыток идти в различных направлениях. Но, слава Богу, человеческое общество тоже различно. Мы видим разные национальности, разные культуры, разных людей. И это очень важно, потому что никто же не знает, какой путь окажется наиболее разумным для существующих внешних условий, или какой путь наиболее лучший. Если человек начинает вмешиваться в эволюцию с помощью современной электроники, с помощью биохимии и так далее, невольно, он создает какое-то направление, которое пришло ему, ученым, или такое, в голову, как говорится так, как ему стукнуло так. Ну, в общем, то направление, которое на данном уровне понимания, он думает, что оно наиболее интересное, наиболее важное. И вот именно так надо дальше развивать материю и жизнь и так далее. То есть альтернатив слишком много нет. Ну, смотрите сейчас, Микрософт, одна только фирма, и вряд ли, на самом деле, может быть, есть и другие подходы программирования, но уже запущен этот процесс, и никто не будет сейчас создавать другие системы программирования и так далее. Потому что уже есть какая-то система, можно проще купить, можно идти именно в этом направлении. Ну, в конце концов, там будет состоять такая программа или такая программа, это же не так существенно важно. Но если мы будем вмешиваться в биологическую эволюцию, и неизбежно жизнь начнет идти по нашим сценариям, то я не уверен, что мы выбрали наиболее хороший сценарий. И, к сожалению, современная техника и современная наука и вообще экономика не может выбрать сразу много сценариев. Она выбирает какой-то сценарий, хорошо, если он из чисто научных соображений, а может быть, из идеологических, из политических, из экономических соображений, которые уже наверняка всегда все неправильные, как он учит нас историю, они всегда были, в конечном итоге, реакционные, не всегда их надо было менять. Но было что менять? У нас огромное поле для современной генетики, для молекулярной генетики. Но есть поле, есть огромное многообразие организмов, огромное многообразие животных. Мы живем в мире многообразия. Если мы начнем вмешиваться в этот процесс, в процесс естественной эволюции, то я боюсь, что мы найдем какой-то путь, который нам покажется правильным. А Богу, может быть, нет, я не знаю. Может быть, этот путь на самом деле и тупиковый. Поэтому, ну что ж, как говорится, запретить науку невозможно. В свое время, я помню еще на школе, это очень впечатляющая встреча была, с проректором духовной Петербургской академии, когда мы пригласили на школу, и у нас состоялась частная беседа, тет-а-тет, ну, немножко там было коньяка и так далее. И мы были с ним довольно откровенны, ему не нужно будет соображать себя святого, мне не нужно будет соображать себя тоже человек-атеиста и так далее. И он говорит, что, вы знаете что, ведь очень многие обвиняют церковь в том, что она преследовала науку, Галилею и так далее. Но вы знаете, почему она преследовала? Я говорю, ну, по-видимому, против догма религии и так далее. Но, говорит, конечно, этот элемент присутствует, вот так. Но на самом деле религия говорит, что еще рано человечеству вступать на этот путь. Еще рано. Я не хочу выступать в роли инквизитора, и говорить, что еще рано заниматься синтезом физики и биологии в широком смысле, с точки зрения вмешательства в процессе развития. Так, ну, в общем, лавры инквизиторы не такие уж почетные. Но мне кажется, что, если уж мне дали возможность, как говорится, порассуждать, что мне кажется, что все-таки общественное мнение, и как-то я должен обратить внимание на эту вещь, так, что мы, конечно, всесильны, мы, конечно, могучи, мы, конечно, можем все сделать, но вы понимаете, мы сделали ядерную науку, ядерную технику, произошла Чернобылская катастрофа, так? Она не результат того, что наука шла не по тому пути, она результат политических, экономических и прочих ситуаций, так? Но их можно избежать. Эти ситуации можно поправить. Можно о них говорить. То есть, ну, представьте себе, когда развитие пойдет по такому пути, когда только такая форма жизни хороша. Только такие люди. Ну, я не хочу фантастические романы, что буду там клонировать людей или так далее, так? Но даже клонированные животные вызывают некий страх у меня, так? Но с этого все начинается, так, на самом деле. То есть, может быть, и придем к этому, я не знаю, это только в кошмарную сне может присниться, так? И вообще страшно и неинтересно будет жить тогда, так? Но если с философской точки зрения смотреть, то мне кажется, что вмешательство в процесс эволюции страшно опасная вещь. И в данном случае, я думаю, что человечество еще не готово к этому. Ну, да простят меня потомки и не зовут меня Великим Инквизитором. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok